доброе утро дорогие друзья с вами канал 1 австралии я александр петров и когда мы рассматриваем нынешнюю ситуацию ситуацию когда но очень даже непонятно когда люди приедут что будет происходить с нашей страной с миром с вашей вашей поездкой с вашей миграции в австралию если таковая ставится как цель у нас есть два типа поведения первый тип это выжидать это кстати очень неплохой типы я призываю многих людей которые ну не являются частью нашей системы подождать потому что когда вас пытается нагнуть чтобы вы платили какие-то деньги закончится это тем что вы если мы говорим обучение вану онлайн вы просто будете отдавать деньги вообще непонятно за что потому что в обучении онлайн это ну как вам сказать да это не глупость это не подлость это выживание организма вы должны понимать что получается беда которая вот сейчас происходит вот это вот коронабесия есть те кто виноваты есть те кто скажем страдает от этого получается в нашей системе практически все страдают я вот смотрю на парламентариев на членов правительства они как раз оппозиционные мне партии вот и у меня такое ощущение что подавляющее большинство из них саму не понимает вообще что происходит и люди очень сильно запуганы почему вот это вот коронабесия продолжается она уже если кто-то его и придумал и они уже отошли в сторону этот механизм это маховик закручен понимаете если предположим какой-то руководитель дает послабление если если руководитель дает усиление режима так называемой безопасности когда всякие маски и все остальное прочее то чтобы не произошло он говорит вы видите я усиливал меры а ну болезнь случилась вопреки но я впереди всей этой компании по борьбе с коронавирусом а теперь представьте себе что произойдет с бедным несчастным руководителем если даже не по его вине где-то люди начнут умирать каких-то домах престарелых и так далее это зона федеральная ответственность а федеральная ответственность это значит принцип не пущать то есть если что-то можно сделать жестко будет сделано жестко на всякий случай что потом тебя за это не обвинили и получается что люди люди перестраховываются вот вот какое положение сейчас и теперь смотрите если вы выберете способ ждать то это неплохой способ переждать эту ситуацию но вы несмотря на то что вы действительности будете ждать долго но к моменту когда у нас скажем так нам позволят нам позволят выйти из этого кризиса на этот момент вы вот поверьте мне я слышал сейчас у кого-то там есть свинка вот у кого-то и обалдеть свиней держит ужас ну окей это их вопрос вот к моменту когда нас будут выпускать из-за нашего концлагеря на этот момент резко повысятся цены резко короче говоря ситуация для вновь въезжающих будет сложно есть второй вывод выход это сделать так чтобы вы сюда ехали но на условиях которые наиболее мягкие для вас чтобы вы выигрывали как я уже говорил выигрывали при любом стечении обстоятельств а в этом случае в этом случае надо делать какие-то меры предпринимать которые приблизят вас к австралии но не будут для вас каким-то какими-то финансовыми рисками что я считаю надо сделать на я вам и сказал курс английского языка это наиболее оптимальное решение и еще вы делаете минимальную проплату то есть вы финансово наименее вкладываетесь и вам дают условия что оттягиваете начало учебы то есть не начинаете учебу онлайн ну как можно дольше соответственно вы не проигрываете ни при каком стечении обстоятельств более того чтобы но такой я не скажу что это самый важный момент но принципе он достаточно важный если получится что вас киданут на деньги в россии какие-то замороженные вклады и так далее и тому подобное то вы уже все внесли то есть практически у вас остались только купить билеты и чтобы были деньги на этот на карантин ну и какие какая-то сумма в кармане в большом еще то есть и считать карантин там две три тысячи тысячи две билеты но и в кармане что-то ну тогда вам надо будет тысяч шесть австралийских долларов 6 они 10 но это я говорю по максимуму если допустим у вас не будет карантина если билеты вернутся прежним ценам то вам 2000 долларов хватит то что ну штука будет у вас кармане и штука уйдет на авиабилеты то есть ну вообще абсолютно чудесный вариант а все остальное у вас уже проплаченные страховки и учеба и виза все у вас уже лежит и есть не просят как говорится вот поэтому те люди которые падут по второму варианту они находятся будут находиться находятся уже некоторые более лучшем положении они более спокойны за свое будущее то что какие-то там они на этом утрируем среднем там четыре тысячи австралийских долларов можно в конце концов занять можно что-то продать там короче какие-то ликвидные средства пойдут на то чтобы ну просто въехать страну я конечно я руки то вещи которые ну для совершенного шторма до по фиксируем сценарию опять таки вот но вы уже увидите увидели что жизнь нам преподносит вот этот вот совершенный шторм теперь уже достаточно регулярно и часто поэтому к такому развитию событий надо все-таки готовиться блин какая длинная вот это вот грядная улица вот но но вы имеете теперь понятие о том как выглядит самые какие-то потайные самые заброшенные самые грязные уголки сиднее на мой взгляд но что тут такого ну ну трава растет дорога вполне нормальная скажем так такой грейдер заборы ну достаточно крепкие где разрисованные нет стиля дай бог с ним а мы идем и идем так что дорогие друзья из разумных путей есть один неразумный сейчас заплатить за обучение какой-то компании вас онлайн доставит учиться и все и вы пролетели а вот эти два пути когда вы просто подождете или да вы начнете но так чтобы обезопасить себя полностью вот это и ваш выбор убирать из этих двух спасибо